Микроэлектроника Алексей Николаевич, Вы занимаетесь такой сферой, как микроэлектроника. Почему Вы решили создать компанию именно в этом направлении и на что была она изначально ориентирована? Производство специального технологического оборудования для микроэлектроники – это в значительной степени уникальная отрасль, в которой сочетается и материаловедение, и конструирование сложных объектов, и специфические подходы к автоматизации процессов, которые реализует оборудование. Как мы пришли к созданию компании? В мире есть два пути, как люди приходят к технологическому оборудованию для микроэлектроники и полупроводниковых технологий. Либо это путь от классического машиностроения, станкостроения. Есть другой путь, по которому шли мы – это путь от технологии. Изначально группа компаний, из которых выросло научное и технологическое оборудование, была организована ведущими технологиями физико-технического института имени ИОФИ. Мы начали тематически расширяться к концу 90-х годов, начали осваивать новые технологии, в том числе связанные с нитридами галлия алюминия. И это потребовало новых подходов к проектированию технологического оборудования. Это было, пожалуй, одним из основных драйверов для того, чтобы 20 лет назад создать новую компанию, которая называется «Научное и технологическое оборудование». Многие нас знают под логотипом «Семитек». Это наша официальная торговая марка. Пожалуй, ключевой нашей компетенции тогда и сейчас является оборудование для молекулярно-лучевой эпитакси. Первым проектом молодой компании была как раз разработка установки молекулярно-лучевой эпитакси для выращивания соединений на основе нитриды галлия. Этот проект был успешно реализован в начале 2000-х годов и привел к дальнейшему развитию компании, к расширению продуктовых линий. К началу 2010-х годов мы сформировали фактически целый комплекс технологических установок, которые закрывают ряд узловых точек технологических маршрутов, как микро- так и оптоэлектроники, преимущественно на материалах А3Б5. Нитрид галлии сейчас рассматривается как один из самых перспективных материалов в СВЧ-технике, в саловой электронике. Как Вы оцениваете уровень своего оборудования? Готово оно к тому, чтобы отвечать этим вызовам со временем? С точки зрения текущего уровня производства соответствующей электронной компонентной базы в России, наше оборудование отвечает поставленным задачам. Как по качеству выполнения технологических процессов, так и по производительности. Не секрет, сейчас достаточно активно государство начало поддерживать отрасль микроэлектроники, радиоэлектронную отрасль в целом. Существует целый ряд достаточно амбициозных планов у ряда российских производителей электронной компонентной базы. И если эти планы будут реализовываться, то, безусловно, потребуется более высокопроизводительное оборудование, чем то, которое мы сейчас выпускаем. И мы работаем над этим. У нас есть целый ряд перспективных проектов, которые, я надеюсь, в этом направлении мы реализуем. То, что касается постановления правительства Российской Федерации номер 2136, о котором вы упомянули, то это, безусловно, на наш взгляд, прорыв. Прорыв в области поддержки не только электронного машиностроения. Вы знаете, что данное постановление поддерживает в целом средства производства радиоэлектронной отрасли. Туда подпадают спецматериалы, что очень важно. У нас подготовлен целый ряд новых проектов, которые позволят компании сделать очередной шаг вперед. Редактор субтитров А.Семкин